Событие, которого передовая российская интеллигенция добивалась не одно столетие, случилось лишь в 1906 году. Манифестом Николая II в стране появился законодательный орган Государственная Дума. Вот только насколько действенным был этот орган, практически лишенный полномочий, историки спорят до сих пор. В принципе, это была ненужная структура, без которой государство и до этого существовало. В регионах на инициативу сверху отреагировали с пониманием, спешно организовали голосование в Думу. Причем тогда, в отличие от нынешних выборов, при процессе подсчета голосов разрешалось присутствовать всем желающим. А вот выдвинуться в парламент мог далеко не каждый. Имел только тот право участвовать, который владел недвижимым имуществом в пределах городских поселений, который оценивался земским сбором не менее 1500 рублей. В итоге наш край в Думе представляли семь депутатов. Трое из казаков, крестьяне и даже руководитель театра. Все люди уважаемые и достойные. Что касается политических предпочтений новоиспеченных депутатов от Оренбурга, то трое из них представляли мусульманскую партию. Еще четверо сочувствовали или состояли в рядах так называемой партии народной свободы. И к думскому большинству явно не относились. Но зачастую случалось так, что едва оказавшись в думском кресле, парламентарии свои взгляды меняли и пересаживались в определенное крыло Таврического дворца. Отсюда, собственно, и пошло выражение «правые и левые». На депутатов Первой Думы тогда возлагали большие надежды. Уж кто-кто, а народные избранники наведут порядок в стране. Парламентариев в Оренбург провожал личный губернатор. Как пишет журналист, поезд уже рекой лил с шампанской. И когда поезд тронулся, то будущие думцы высовывались из дверей и окон, с бокалами в руках клялись немедленно по приезду в столицу, начать бороться за благо всего народа. Местные газеты же частенько язвили. И по поводу создания Думы, и по поводу ее членов. А когда Первую Думу распустили, Оренбургское истерическое издание «Кобылка» молчать не стало. Правда, затем за невмеру острый язык газету прикрыли. Раздел «Столичное эхо» пишет. Нас просят сообщить, что слух о Роспуске Думы не верен. Дума разогнана, а не распущена. Впоследствии парламент распускали не раз, а реальными законотворческими полномочиями наделили лишь в конце 20 века. Меж тем в широких народных массах, слово «депутат Госдумы» по сей день вызывает не всегда однозначную реакцию. Виталий Сапужников, Виктор Грошенев. Наше время.